Давненько мы с вами не тестировали в нашей рубрике Тестируют сборки киберспортсменов, снайперские винтовки и сборки от киберов на них И я думаю, пора это дело исправлять Сегодня у нас будет сборка на снайперскую винтовку СВД Да-да, господа, вы не ослышались СВД Всем здарова, братва! Вы на канале Лумумба Румумба С вами, как всегда, Владосик И в эфире ваша любимая рубрика Собственно, мы сегодня будем брать сборку вот этого киберспортсмена Которого вы видите на своих экранчиках И попытаемся что-то с ней сделать Ведь вы знаете, что из меня снайпер так себе Но все равно я своим мнением хочу с вами поделиться Устраивайтесь поудобнее, готовьте что-нибудь повкуснее Но мы будем потихонечку начинать Минуточку внимания Ре-ре-ре-ре-ре-кламная пауза Господа, если вы давно искали способ Как можно сэкономить на донате в нашей любимой колдушке То смелостью могу вам рекомендовать Свой телеграм-магазин Который называется Лумумба Шоп Там вы можете приобрести премиум боевой пропуск Даже на аккаунте, где недоступен магазин с цепишками Можете приобрести пропуск снабжения Что недельный, что месячный Ну а что касается аккаунтов Где доступен магазин с цепишками Цены вас приятно удивят Поэтому залетаем Ссылку на мой магазин можно будет найти В описании к этому видеоролику Ну а сейчас возвращаемся К просмотру бомбического видоса Итак, начнем нашу сегодняшнюю вакханалию И с разбора самой сборки Как бы это тавтологически не звучало Первый модуль, который был установлен на СВД Это тактический глушитель Понятно для чего он нужен Чтобы заглушать звуки стрельбы И вас меньше замечали При этом данный модуль нам немножечко режет Время прицеливания на целых 3% Переходим ко второму модулю Второй модуль у нас был установлен Модуль ствол Тяжелый ствол RTC Который дает нам дистанцию поражения Плюс 20% Вертикалку Уменьшает рывок при попадании И дает контроль над горизонталкой Точно так же, как и над вертикалкой При этом опять у нас режется ADS Это второй модуль Я вам скажу так, что помню как работает СВД Хоть я давно с ним не катал Этой пушке дистанция просто крайне необходима И сейчас мы разберем остальные модули И поймем на какую же дистанцию в принципе рассчитана данная валына И на каких расстояниях с ней нужно и важно играть Посмотрим дальше Третий модуль, который был установлен Это модуль оптика И здесь была установлена трехкраточка Вот здесь мне абсолютно непонятно Я раньше тоже часто использовал трехкраткие Какие-то тактические прицелы малой кратности Но потом, когда я подправы к стандартному прицелу Я перешел на него со всеми потрохами Потому что он реально удобнее Когда у вас идет большой зум У вас увеличатся части хитбокса И по ним банально легче попасть Я лично для себя такой вывод сделал Здесь же установлено трехкратка Здесь, посмотря на вот это все Можно сделать небольшой такой ранний вывод То, что данная сборка скорее всего Будет рассчитана на работу на средних дистанциях И такой, на более агрессивный геймплей Но опять же, чуть-чуть не укладывается в голове Так как первые модули сильно напорезали АДС Ну ладно, посмотрим, как это все будет работать дальше Четвертый модуль на эту валыну Был установлен модуль приклад А именно приклад скелет ОВЦ Который нам добавляет время прицеливания Плюс 5% И улучшает скорость перемещения при прицеливании При этом дает конский аймпанч То есть рывок при попадании плюс 20% Ухудшает горизонталку, вертикалку И смещение перекрестия прицела Я скажу, что данный модуль особо ситуацию не спасает Потому что АДСа, то есть время прицеливания прибавляет очень мало И тут уже у меня сомнение начинает закрадываться На какую же дистанцию предназначена данная валына И финальный пятый модуль Это у нас модуль Байзапаса Здесь добавляется плюс 5 патронов к емкости магазина При этом немного режется скорость перемещения И время перезарядки На самом деле нерфы не такие уж и глобальные Поэтому 5 патронов были бы как бы кстати Но опять же, вместо магазина, вместо оптики Я поставил более интересные модули какие-то Но да ладно, хозяин барин, сейчас мы это все проверим Что кстати касается общих бафов Вы это все лицезрите на своих экранах Теперь более подробно обратимся к нашей инновационной табличке Дабы понять на какую же дистанцию все-таки рассчитана данная сборка И данная валына в принципе Что мы видим? Если мы берем урон в голову То у нас от 0 до 36 метров будет 200 дамага И от 36 до 300 до 175 То есть в голову мы будем шотать вплоть до 300 метров Главное в голову попадать И в принципе это уже интереснее Но опять же трехкратная оптика Чуть-чуть непонятно как это работает Вторая зона хитбокса это у нас грудина И здесь если мы берем от 0 до 36 метров То мы будем делать ваншот в грудину 36 метров это на самом деле рабочая дистанция Нормальная такой тяжеленькой штурмовой винтовки Для снайперки мне кажется это маловато То есть если мы захотим шотнуть свыше 36 метров Так сказать убрать соперника на респаун То нам нужно сделать будет 2 выстрела И здесь опять же непонятно Учитывая скорострельность СВД Работать это будет очень-очень даже интересно И немножечко тоже интересный факт То что если мы берем плечи Если мы берем ручки То у нас это зона пятая в плане хитбоксов То опять же от 0 до 36 метров У нас будет ваншот Очень интересно все это происходит До сих пор я честно говоря не понял На какую дистанцию и на какой тип геймплея Рассчитана данная сборка Но сейчас попробуем все применить в катке И посмотрим на что же она способна Берем данную сборку и залетаем в катку Итак у нас командный бой Карта саммит И сейчас попробуем что-то повытворять На разных дистанциях Более агрессивно И посмотрим же На какую же она вообще С тезю рассчитана данная волына Но я вам скажу что Квик с копами здесь даже не пахнет Реально пушка долго залетает в прицел Хорош в голову попал Один есть Ой хорошо Но на ближней дистанции в принципе неплохо вырабатывает Ваншот имеется То есть как и было описано в характеристиках Что касается А ну-ка мимо Понял Айяяяя я С4 Выжидал его только не с той стороны Хилимся быстренько и переходим Скорость передвижения самой пушки Мне не нравится То есть она реально тяжелая Что касается урона И вообще тактического глушителя По поводу урона сейчас чуть позже Тактический глушитель Я его в априори не люблю На снайперских винтовках Потому что На мой субъективный взгляд По моим ощущениям Может это чисто визуал И моя какая-то превзятая Мулька Как бы Как будто затормаживает патроны Как будто пушка вот прям Долго выстреливает патрон Вот такие у меня Я не знаю почему Умозаключения происходят Когда я играю с каким-то глушителем На волыне Вот почему-то у меня так В голове слаживается Что касается урона Ну на средних дистанциях Это более-менее Вот видите Она в принципе сбривает неплохо Но мне не нравится Что она не подходит В плане средних дистанций Для геймплея Потому что Она долго заходит прицел С ней Ну не очень легко перемещаться Она прям чувствуется тяжелой Не знаю На что рассчитана Данная волына И кто Полюбит с ней катать Кстати братва Если вы катаете с СВД То Ой хорошо То дайте мне знать об этом Потому что Хочется как бы Подискутировать на эту тему Но я вот Что вижу с данный момент Мне не очень нравится На мой субъективный взгляд Можно реально взять Тот же СКС Он будет более Скорострельным Он будет более Мобильным И с ним будет Интереснее Вот эти все Фрагмовы делать Это тоже будет Такая Марсманка Да Которая Скорострельная И она со своей задачей Будет справляться Как никогда Лучше Чем СВД Это моя Субъективщина Если бы добавить Ей дистанции И урончика То в принципе Чтобы она шотала Ну хотя бы Метров до 60 Хотя бы Да Вот 60 В любую часть Хитбокса Она ваншотила В принципе Для сетевушки Она еще подходила Но В данном конфиге Ну Не знаю Не знаю Но мне Не нравится На самом деле Хоть я же говорю Я там Не заядлый Да Снайпер Я не так часто С данным Тип оружием Катаю Но Но даже Для меня Хоть я редко Люблю там Побаловаться Снайпой Но для меня Это как бы Еще Мухтар То сраный Для меня Она не очень хороша Вот Слово совсем Братва Может искать Для себя Интересную сборку На СВД И она вам Ой Не зарегала Зарегала Хорошо Но вот видите На ближней дистанции На принципе Как можно сказать И неплоха Но если бы Она хотя бы Быстрее В прицел Залетала Но она Очень 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 Медленно Ну как По мне Опять же Говорю Подобный СКС Ну как Подобный Относительно С подобным Как сказать Типом игры Да Можно его сравнить То СКС В ней Вкатывает Больше За счет Своей Скорострельности Хорошо А ну-ка Ой Хорошо Минус 2 Дал Но тут Мне сугубо Везет Потому что Я как бы Немножечко Предугадаю Да Где типы Могут Находиться И у меня Как бы Получается Их отстреливать Но в остальном Колоссальное удовольствие От игры С СВД Я вообще Не получаю Реально Реально Очень Узконаправленный И эксклюзивный Ган Для Именно Каких-то Лютых Фанатов Которые Прям любят Каким-то Образом Она Прям Три часа Заходила Из-за этого Я прям Только что Просрал Эту всю Движуху И не успел Нормально Стрельнуть Но данную Схватку Я только что Профтыкал Только Сугубо За то Что СВД Очень Тугая В плане Захода В прицел Мне кажется Ее можно Чуть-чуть Сделать Легше Но опять же Сильного Профита Вы От СВД Не получите Здесь Нет Ничего Такого Даже С точки Зрения Какого-то Разнообразия Но она Немножко Напрягает У меня С ней Прям Надо Вот Стараться Что-то Делать Потому что В Другие Случа Вам Насуют Полный Шиворот Огурцов Не более Не менее Ну Такое Далеко Не лучшее Решение Для Рейсс Смейтинга Это Сто Процентов Конечно Можно Там Напышится И даже Попробую С ней Взять Легу Каким-то Образов Как бы Это Смешно Не звучало Но я Бо Не стал Рисковать Меня даже Спехали Только Что Перестреляли Вы Представляете Кошмар Хотя бы Каким-то Образом Получиться С MVP Должен быть Момент Должен Получиться Но не знаю Вроде бы Как Получается Кого-то Шваркать Я Надеюсь Я надеюсь Я до MVP Доскочу И вы Эту Кадочку Увидите Еще Блин Промазал Ну Хэдшотик Дал Ну Пока Со спины Зашел В принципе Все было Неплохо Хлопнул Врасплох Застал И как бы Хорошо У меня У меня Только Негативные Пока Эмоции По поводу СВД И данного Конфиг Конфигурейшина Как говорится Пока Так себе Так У нас победа 50-32 Счет Что у нас По МВП Кадку Эту Видите Это Не может Не радовать Ну Что ж Братва Вы мои Впечатления Услышали По поводу СВД И сегодняшней Сборки Повторюсь Она мне Абсолютно Не зашла Я считаю Что СВД Для рейтинга Ну Как бы Максимально Бесполезная Пушка Тот же СКС Ее В легкую Заменит Ну А вы Решайте Для себя Естественно Сами Сегодня С вами Был Ладос Канал Умумба Умумба Погнал Для вас Делать Еще Больше Крутого Контента Не забывайте Подписываться На канал И ставить Лайки Всех Обнял Приподнял До встречи В следующих Видосах Пока Братва Пока Субтитры